В память расстрелянных казаков в годы гражданской войны почтили в Даховской, это в Майкопском районе Адыгея, у мемориала собрались потомки погибших, казаки и школьники. 96 лет назад на окраине станицы красноармейцы расстреляли более 100 человек. До сих пор имена большинства из них неизвестны. На травмном митинге побывала и наша съемочная группа. Более сотни человек прошли по этой дороге почти век назад. Казаков вели под конвоем красноармейцев, но ни один не знал, что за молчание они расплатятся собственными жизнями. Теперь по этому пути идет крестный ход. В память о погибших читают заупокойные молитвы. Атаман Даховского казачьего общества Юрий Лагоша в панихиде участвует каждый год. О трагическом событии 2020 года знает практически все. Он перерыл множество архивных материалов, встречался со свидетелями и родственниками погибших. 96 лет назад на этой поляне не пощадили не только даховских казаков, но и жители соседнего села Хамушки. Расстреляли даже ребенка. Вся эта поляна, она усыпана была делами у людей. Два или три человека, два человека добежали до белой, они все-таки успели. А один человек залез вот в этот лес на дерево и сидит. Он был раненый, но тем не менее. А красноармейцы ходили, потом добивали. Во время гражданской войны под давлением красноармейцев повстанческая армия во главе с генералом Фостиковым, в которую вошли казаки, отступила. Укрылись повстанцы в монастыре, в горах. Узнав об этом, карательный отряд стал допрашивать у местных тайные тропы. Не получив ответа, жители вывели на северную окраину станицы и расстреляли из пулеметов. Почтить память погибших на траурный митинг собрались около 600 человек. Отдел систематически ведет работу по воссозданию истории не только трагедии, которая произошла здесь, но и на всей территории майкопского казачьего отдела. Но поскольку это место было одно из первых, то мы символично поминаем в этот день всех казаков майкопского казачьего отдела, которые винно или невинно в бою героически или вот так, как здесь, погибли. После заупокойной службы казаки возложили цветы к памятнику. На монументе всего 47 имен. Их удалось восстановить по воспоминаниям потомков и записям в архивных документах. В этом году установили личности еще двоих расстрелянных казаков. Кристина Соколова, Валерия Шурко, Игорь Звенаревский. Кубань-24, Республика Адыгея.